В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава муниципалитета Валерий Венцель с рабочим визитом посетил предприятие ГАЗДЕВАЙС. Заканчивается селье, включается робот и по пневмопроводу загружается машина. В Видном прошла областная экологическая акция «Мангал-марафон» без шампуров и огня. К сожалению, приходят убираться не те, кто мусорит, а те, кто любит чистоту. В Ленинском центре социального обслуживания «Вера» открылся клуб для мам и пап особенных детей. Прежде чем обучать детей, мы сами должны на себе испробовать всю методику. На территории Ленинского муниципалитета есть уникальное предприятие – акционерное общество «ГазДевайс». Особенность его в том, что это единственный полностью роботизированный завод по производству приборов учета газа в нашей стране. В рамках празднования 90-летия Ленинского района предприятие посетил глава муниципалитета Валерий Венцель. Он осмотрел производство, а также наградил лучших сотрудников. Тему продолжим в нашем сюжете. 22 года назад на территории нашего муниципалитета появилось предприятие по изготовлению приборов учета газа для населения. Единственное в нашей стране – оно проводит полный цикл создания подобных приборов. Мы выпускаем бытовые счетчики 36 модификаций. Мы выпускаем счетчики как самого простого сегмента, так и умный смарт-митеринг, так называемые счетчики, которые дают возможность передачи данных дистанционно через GPS-канал, Лора-Ван, МБИО, с возможностью отслеживать платежи, с возможностью в случае возникновения аварийных ситуаций отключать потребителя. Все это не без гордости руководители предприятия рассказали почетному гостю, главе Ленинского муниципалитета Валерию Венцелю, который с интересом прошел по цехам и смог наблюдать все стадии изготовления приборов учета газа. Главное достоинство завода – полная автоматизация. Заканчивается селье, включается робот и по пневмопроводу загружается машина. Оператору только остается складывать. Нет, конечно, люди на предприятии трудятся, и немало. Сегодня это 270 человек. Многие далеко не первый год. Как Игорь Самойлов, который без малого 10 лет работает оператором производства. Моя задача – набить заготовок с ленты. И вот набивается, и смотрит за ней, чтобы они не были ни кривые, ни косые. Сделав короткий перерыв в работе, сотрудники предприятия собрались в одном из цехов, где к ним обратился Валерий Николаевич. Отметив, что в эти дни он встречается с трудовыми коллективами, старается лучше узнать специфику работы предприятия, перспективы и проблемы. Мы должны знать эти предприятия в лицо, как очень наш, в первую очередь, для того, чтобы вместе сообща трудиться на благо и нашей территории, на благо наших жителей, понимая, что есть очень много проблем и процессов, которые только сообща можно сделать. Мы со своей стороны, со стороны администрации, в первую очередь, готовы прийти где-то в каких-то вопросах на помощь, оказалось содействие. Валерий Венцель отметил, что главные в достижении успеха – это люди, труженики, которыми гордится муниципалитет, и вручил передовикам производства медали к 90-летию района. Денисову Сергею Алексеевичу. Главный на конструкции. 15 сотрудников акционерного общества «Газдевайс» получили в этот день почетные награды. Среди них и старший оператор Оксана Карпикова, которая сразу после награждения продолжила работу. На производстве она трудится фактически с самого начала – уже более 20 лет. За что любите работу? Даже не скажу. Просто люблю? Просто, да, люблю, привыкла. А глава муниципалитета после торжественной части продолжила обход территории, посетив еще одну площадку, где расположено совместное российско-китайское предприятие по производству металлообрабатывающих центров 4-го и 5-го поколений. Также Валерию Николаевичу показали учебный центр, где по договору с колледжем Московия проходит обучение будущей работники предприятия. На базе колледжа в этом году мы начнем обучать ребят новым профессиям, которые позволят бы нам направлять сразу специалистов в те области металлообработки, где на сегодняшний день мы испытываем дефицит. Это операторы станков ЧПУ, наладчики и сборщики. Здесь же на предприятии будущие сотрудники смогут сделать и первые шаги в профессию. Сначала на учебных станках и пультах управления, затем и в цехах. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Березовая роща на Ольховой улице стала местом проведения областной экологической акции «Мангал-марафон». Участники убирали засоренные участки лесопарка, а также информировали людей о сохранении чистоты и раздельном сборе мусора. О результатах плодотворной работы расскажет Арсений Рогозянский. С территории лесопарка площадью в 5 гектаров было вынесено 20 мешков с мусором, заполнив синие и серые контейнеры. Так проходила новая экологическая акция «Мангал-марафон», цель которой – донести отдыхающим, что сохранять природу в чистоте – это важно и совсем несложно. Мы с серыми и синими мешками сегодня посетили лес, увидели там людей, которые разводят костер и пытаются пожарить мясо. Мы действительно разъяснили, во-первых, технику безопасности, во-вторых, что сбор мусора нужно осуществлять в синие и серые мешки, соответственно, разделяя. Альбина и Настя – неразлучные подружки. Вместе с родителями они часто прогуливаются по лесопарку и постоянно видят много мусора. Несмотря на то, что им по 10 лет, экологическая ситуация в Березовой роще их очень беспокоит. Девочки предложили несколько идей для того, чтобы одно из их любимых мест стало чистым. Брать с собой пакетики, ставить контейнеры. Ну, я считаю, что давать штрафы или тоже ставить мусорки, контейнеры побольше, чтобы как бы люди все это видели, напоминать людям об этом, как бы чтобы не кидали на пол все, ну не на пол, на землю. Уставе младенца глаголит истина, и лучше всех об этом знает воспитатель детского сада Ксения Корчагина. Она часто проходит мимо лесопарка на работу и тоже замечает непорядок. Конечно, нужно с этим бороться. Я думаю, если сотрудничать вместе с организациями, которые способствуют проводить постоянные беседы с взрослыми, также они будут подавать пример своим деткам, и вместе можно найти решение этой проблемы. Участники акции проделали большую работу по уборке лесопарка, однако мусора еще очень много. К сожалению, убирают и приходят убираться не те, кто мусорит, а те, кто любит чистоту. Одни мусорят, а другие, одни и те же убирают. Акция «Мангал-марафон» будет проходить ежегодно по всей Московской области. Она призвана улучшить экологическое положение в регионе, однако важно помнить каждому чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошлева, ВИДНЕ-ТВ. Возраст – это просто число. Именно эта фраза описывает героя нашего следующего сюжета. Михаилу Александровичу Смоленинову исполнилось 90 лет. Персональное поздравление президента России с юбилеем ему вручил глава Ленинского района Валерий Венцель. Подробнее о доброй традиции расскажет Екатерина Коваленко. Более 50 лет прошло с тех пор, как в одном из домов по улице Лемешко поселилась семья Смолениновых. И сегодня здесь праздник. Отец семейства Михаил Александрович отмечает 90-летний юбилей. По доброй традиции глава муниципалитета приехал в гости к имениннику. Валерий Венцель вручил ему персональное поздравление президента России и, конечно, от себя сказал теплые слова. Вам самое главное – здоровья, благополучия, успехов вам, вашим близким, чтобы у вас все хорошо было. Живите долго и счастливо. Спасибо. Большое спасибо. Добрые пожелания растрогали ветерана до глубины души. Ему захотелось поделиться с гостями своим богатством, воспоминаниями. И в уютной обстановке за чашкой чая потекла беседа. Приехал, видно, и Михаил Александрович в далеком 1954 году. Тогда у молодого человека за плечами уже был опыт службы в Кремлевском полку. В органах отработал и в завод на Коксгазом. В Коксгазом заводе ушел на пенсию. А кем вы работали на заводе? Старший машинист Турбин. Вспоминая все, что связано с работой, Михаил Александрович молодеет на глазах. Он отдал заводу десятки лет и, по его словам, именно здесь нашел свое призвание. Труился старший машинист Смоленинов всегда на отлично и шел на работу с радостью. Также с улыбки начинает день Михаил Александрович и сегодня. Вообще ветеран признается, что никогда не унывает. Наверное, в этом и есть секрет долголетия. Очень дружно семья была. И все нам завидовали. И все приходили за советом даже ко мне. Семья – особая гордость юбиляра. Вот на многочисленных черно-белых фотографиях еще совсем юный Михаил Александрович со своей красавицей-женой. Вместе они прожили более 50 лет. Сейчас опора для ветерана его сын, внук и правнучка. Его как бы кредо, чтобы в семье было все хорошо. Этим он сейчас и живет. Он ждет, когда правнучка теперь приедет, внуков. Внуков он водил в школу, даже еще сам в те времена. Потому что мне тоже было некогда, я работал. А дедушка, в общем-то, и занимался больше внуками. А теперь вот правнучку ждет с нетерпением. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Михаилу Александровичу здоровья. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. «Видное ТВ». В Ленинском центре социального обслуживания «Вера» ведут активную реабилитационную работу с детьми-инвалидами. Но нередко и их родителям необходима помощь и поддержка. Ведь особенно и дети требуют и особого подхода. Теперь для пап и мам в центре «Вера» открылся клуб, где они могут получить необходимые консультации и помощь психолога. На одной из первых встреч побывала наша съемочная группа. На этом уроке многим приходится заново учиться играть в игрушки. Правда, игрушки необычные, развивающие. При работе по развитию мелкой моторики руки это шнуровка. Шнуровка может быть в всевозможных вариантах. Многие организации работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Но вот о родителях этих детей думают нечасто. В центре социального обслуживания «Вера» решили это исправить. Мы провели экспериментальный тренинг для родителей, имеющих таких детей. Психолог поработал с ними, объяснил какие-то основные методы воспитания таких детей, реагирования на их эмоции, восприятие каких-либо ситуаций. Родители, которые приводят детей к нам на реабилитацию, с удовольствием посещают эти занятия. И психолог, собственно, с ними работает. Раньше, во время занятий специалистов с детьми, родители просто ждали своих отпрысков в коридоре. А теперь каждый занят своим делом. «Потянули, потянули. И делаем. Раз, два, три». Главная ценность этих занятий здесь дают исключительно те знания, которые обязательно пригодятся родителям в повседневном общении с детьми. «После каждого занятия мы с родителями обсуждаем наши маленькие успехи, наши неудачи. И, естественно, в зависимости от того, как ребенок ведет себя на занятии, я предлагаю родителям дополнительные программы, по которым они будут дома совершенствовать, отрабатывать тот или иной навык». Некоторые задания не получается выполнить ни с первого раза, ни со второго. Таким образом, взрослые могут понять, насколько сложно детям. «Прежде чем обучать детей, мы сами должны на себе испробовать всю методику». «Так, работаем, работаем хорошо». Впрочем, клуб для родителей посещают не только мамы и папы детей с особенностями развития. Полезны эти уроки будут и тем, кто привел своих дошколят на корректирующие курсы. «Очень нужны уроки. Мы прям даже благодарны преподавателям, потому что у меня вот Дима в апреле вообще почти не разговаривал. Сейчас очень много слов и понимаем уже, что говорить хотя бы». Клуб для пап и мам начал работать на постоянной основе. Занятия проводятся два раза в неделю. Максим Козлов, Александр Логинов, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова